Приветствую вас, смотрите, как ваша ситуация, да, видится мне, значит, три года назад вас что-то очень сильно испачкало, да, то есть вы почувствовали себя очень грязно. А вот, может быть, как сказал мой коллега, избыточный страх отношений, может быть, что-то еще, я не отрицаю, не спорю с коллегой, но просто думаю, что необязательно речь идет именно об отношениях. Может быть, произошло просто какое-то событие, которое вас заставляет так вот реагировать. То есть, понимаете, вы почувствовали себя грязно. И теперь, теперь, ваша задача постоянно заключается в том, чтобы себя очистить. Вы пытаетесь себя очистить, вы хотите себя очистить, но другое дело, что, как бы, получается ли у вас это? Ну вот, на мой взгляд, да, на мой взгляд, не совсем. Ну, я думаю, вы тоже, в принципе, согласитесь с тем, что вам не помогают потребности очищения, да, ну вот как это сейчас происходит у вас. Почему? Почему? Потому что загрязнились вы духовно, а очищаться пытаетесь физически. Ну и естественно, естественно, что из-за этого ничего и не получается. была травма у вас, у вас была травма, которая оказалась невыраженной с точки зрения эмоциональности. Вот. Они выражены. Эмоции остались внутри, они оказались подавлены. Вот. Опыт из этой ситуации не был извлечен. И от нас только одна потребность очищаться. И вы пытаетесь это делать. Естественно, так, как вы умеете, естественно, так, как вам доступно. Вы пытаетесь это делать. И поэтому, прежде чем решать, кому вам обращаться, психологу, психотерапевту, либо в клинику ложиться, да, нужно сперва разобраться с тем, что именно с вами происходит. В клинику всегда лечь успеете. Вот подумайте сперва, вот сами. Вот если вы будете грязны, да, например, если вы, ну не знаю, найдете в открытой одежде, допустим. Что такого страшного для вас произойдет? Что произойдет такого ужасного? В том насчет, если вы заглядитесь, подумайте, что за этим стоит. Что изменится в вашем отношении себя? Что изменится в восприятии себя у вас, если вы заглядитесь? Как вы будете себя чувствовать на телесном уровне? То есть, ну, будет ли у вас напряжена какая-то часть тела? Если да, то почему? Как она будет напряжена? Когда вы испытывали подобное напряжение? Когда вы испытывали подобные ощущения в моей жизни? Понимаете? То есть, это ведет на уровне ассоциативных цепочек. То, что, вот, с вами происходит. И все, что нужно, это понять, откуда и когда это появилось в первый раз. И почему была выбрана именно такая реакция на внешний стимул, на внешнюю проблемацию? Почему? Чем обусловлено было ваше решение? 20? Вот. И только после анализа этих моментов можно сказать, что у вас за проблема и, соответственно, кто с ней будет работать. Я думаю, что дешевле, быстрее, проще обратиться к психологу именно здесь, у нас на ресурсах. И просто хотя бы несколько сеансов провести для диагностики и более широкого рассмотрения вашей проблематики. Тогда будет понятно, что с вами. Если это не психологическое, а на более глубинном уровне, соответственно, к психотерапевту вам тоже стоит обратиться тогда. Обращаться сразу к психотерапевту, ну, на мой взгляд, это не очень правильно с точки зрения себя. С точки зрения отношений к себе, отношений к себе. Потому что психотерапевт может поднять другие темы, другие проблемы, которые у вас, может быть, были, которых вы не замечали, но которые вам и не вредили. Потому что, ну, они безобидны. А когда вам обратят внимание на это, как иногда бывает, то он станет хуже. Понимаете? Поэтому людям, мне кажется, очень важно соблюдать некие границы. Вот. Потому что люди тоже разные бывают и работают по-разному. И далеко не всегда раскрытие каких-либо проблем, а проблема всегда есть у человека. Приводит к улучшению ситуации, к улучшению состояния. Поэтому имейте это в виду. Ну, а на самом деле, на самом деле, если у вас страх перед грязью, да, возник уже во взрослом состоянии, то от него избавиться будет гораздо легче, если бы он возник, например, в детстве. Если бы он возник в детстве, то больше работает, более длительная работа. Вот и все. Знаете, с точки зрения психологии вам этот страх грязи нужен для чего-то. С точки зрения психологии вам он зачем-то нужен. От чего-то вы себя защищаете таким образом. Что-то вы себе подавляете этим страхом. Так вы находите баланс между своими желаниями и тем, что от вас требуется. То есть, например, вы, грубо говоря, хотите быть чистой, да, но при этом вы должны вести какую-то жизнь адекватную. Вот. Ну, потому что того требует общество, да, мораль, этика. И, соответственно, это компромисс, компромисс. Но конфликт-то он все равно остается, конфликт-то он никуда не девается. И вот конфликт нужно понять. Увидеть. И подкорректировать свое поведение. Подкорректировать свою деятельность. И тогда проблем у вас не будет никаких. Абсолютно. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.